Друзья, всем привет! Начинается новый день на даче. И хочется сказать, что в Ленобласти испортилась погода. Ночью было очень холодно, 12 градусов, сейчас 16 градусов, но достаточно холодно сыро. Я еще даже с утра не открывала свои теплицы, думаю, что и там жары особо нет. Сейчас пойду проверять. Вот такой вот ветер дует. Лето, похоже, закончилось. Сколько, интересно, градусов у нас теплицы. Так, посмотрим. 32 градуса, все-таки надо открывать. Все, уже слишком жарко. Посмотрим клубничку. По-прежнему не видно вредителя, зато видно вот такие вот ягодки. Здесь уже даже начали они созревать. Отлично. Включаю автополив. Вот таким волшебным нажатием кнопок у меня запускается водопровод. Сейчас мы увидим. Начался полив. Поливаю где-то полтора часа и все прекрасно растет. Перчики мои наливаются. Ой, какие красавцы. Посмотрите только. Ну вот, полив работает. Можно дальше двигаться. Сегодня у меня в плане подвязать все-таки горох. И сегодня я буду заниматься поливом. Поливом, конским перегноем, с растворином, комплексным удобрением и гуматом калия. Буду подкармливать свои растения. Вот вчера я подсыпала здесь мульчу. И сейчас полив попадает. Вот. И пропитывается трава, начинает перегнивать, создает нужный нам эффект. Также обязательно в поливочный раствор я добавляю байкал-М. Это живые бактерии. Вот такой вот добавлю. Сегодня 10 июня и моей рассаде практически месяц. Она прекрасно подросла. Вся уже практически плодоносит. Что касается перцев. Томаты все цветут. Поэтому сейчас самое время дать им подкормку. Что я буду делать? Значит, я приготовила целый комплекс мероприятий. Во-первых, это жидкий конский экстракт конского навоза. Гумат калия. Комплексное удобрение растворин. И, как обычно, я добавлю байкал в бактерии. Сейчас все буду смешивать вот в этой большой емкости 55 литров. Для того, чтобы полить все мои 4 теплицы, мне понадобятся 3 такие полные ванны. Поливать буду вот таким вот у меня есть приспособленный ковшик. Он примерно литр по объему. То есть один ковшик я даю под каждое растение. Сейчас как раз с утра у меня проработал автополив. Растения политы. То есть удобрения как раз прекрасно впитаются. Обязательно нужно подкармливать растения после полива. Начинаем разводить. Так, конский перегной 65 миллилитров мне нужно. 65, 20, 20, 3 колпачка, 40, 60 и еще немножко. Так, это у нас конский экстракт конского навоза. Отдаю предпочтение конскому перегною перед курином, потому что он более такой щадящий, так скажем. Далее гумат калия. Не показываю название торговых марок, поскольку это будет считаться рекламой. Думаю, что все знают какие удобрения. Гумат калия. 350 миллилитров. Так, растворин. Растворин, сухое удобрение. 55 грамм на 55 литров. 10, 20, 30, 40, 50. Вот так вот. Пошел дождь. Вообще кошмар. Погодка, конечно. Но будем надеяться, что нам это не помешает в теплицах работать. Я переместилась в теплицу, поскольку у нас просто разошелся дождь. Что-то невероятное. Невозможно находиться на улице. У меня растворилось удобрение, растворин. Добавила, сходила в дом теплой воды, горячей. Чтобы процесс пошел быстрее. Сейчас мы его добавим. И останется только байкал. И наша смесь поливочная, удобрение будет готова. Так, выливаем. Ужас, 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 ужас. Погодка, конечно, что-то с чем-то. Так, и 60 миллилитров байкала нужно. Ничего, самое то, удобрять растения в такую погоду. В теплице не жарко. Так, 60 миллилитров. Оп. Так, ну вот, наша поливочная смесь готова. Сейчас приступаю к удобрению, к поливу. Нужно все тщательно перемешать. Вроде бы дождь поутих. Перемешиваю все как следует. Так, и начинаю удобрять. Вот такой красивый, посмотрите, какой получился темный, как крепкий чай раствор. Все, начинаю полив. Вот так, под каждый кустик. Иду подвязывать горох. Сейчас надо придумать, как это сделать. Ну вот, я и сделала подвязку горошку. Вот так я придумала такой веер растянуть. Парочку палочек вот сюда воткнула в ведро. Внутрь вместе с ниткой. И все хорошо подвязалось. Здесь вот у меня тоже с краешку растет горошек. Так что здесь тоже натянула веревочки. И сейчас подсею вот сюда еще горох. Вот такие вот на сегодня у меня дела. Все растения у меня подкормлены. Все полито. Можно и отдыхать. Наступил новый день. И сегодня я хочу подстричь свой куст спиреи. Это спирея Грефшайм. Она уже отцвела. И теперь самое время придать ей форму. Я ежегодно ее подстригаю. Вот здесь делаю тоненький ствол. И шарик на конце. Сегодня буду этим заниматься. Также мне нужно прибрать вот эту клумбу. Здесь уже набрали цвет у меня лилии. Нужно дать им удобрение сегодня, чтобы лучше был цвет. И вот у меня зацветают гвоздички. Многолетние вот такие вот. Словом, мне нужно сегодня прибрать вот эту клумбу. Кроме того, буду сегодня обрабатывать от вредителей. Первая обработка виноград. Вот уже 4 листа есть на всех веточках. Можно начинать обработку. У меня два сорта винограда. Это вот восторг и агат донской. Вот этот побольше. В том году у меня замерзли листья все. И так он и не плодоносил. В итоге попробую в этом году добиться урожая. Вот я натянула первую леску для того, чтобы привязать вот эти вот рукава. Вот он уже достаточно практически дорос. Сейчас я его вот так вот буду сегодня наклонять и привязывать, чтобы пошли уже плодоносящие ветки вверх. И также вот тот стволик. В общем, начинаю работу. Я сменила насадку у триммера. Одела вот такую длинную для того, чтобы мне можно было сделать правильную формировку. Работать буду очень аккуратно, поскольку здесь уже у меня лилии. Я почистила свою клумбу. И сейчас я буду рассаживать эшольцы. У меня вот на другой клумбе сидела рассада. Я просто сажала их в клумбу. И вот она наросла. Вот такая вот эшольция. Небольшие еще росточки. Ну вот так вот прямо их сейчас я буду рассаживать кочками такими. Вот побольше наросли кустики. В общем, сейчас буду украшать клумбу, чтобы вот эта часть не пустовала. У нас идет черная туча, гроза, поэтому нужно поспешить. Эшольция очень хорошо размножается самосевом, поэтому нужно будет мне следить за тем, чтобы вовремя убрать семена. Когда они созреют, семенные коробочки, чтобы она не насеялась на следующий год у меня здесь. Хотя, если у вас есть такая задача, самосевом, чтобы у вас росла красиво клумба, пожалуйста. Это тоже очень хороший вариант для того, чтобы ее размножить. Ну вот и готова моя клумба. Спирея подстрижена. Вот такой вот получился шарик. Не совсем, наверное, где-то ровный, но тем не менее, еще буду его по ходу лета корректировать. Лилейник теперь у меня чистый, сорняков нет. Есть у меня желание большое развести большой здесь лилейник, но то луковицы подъедают вредители, то крот, то они зимой вымерзают. Словом, вот то, что всходит, надеюсь, что в этом году будет красивое цветение. Здесь вот стало хорошо видно мои васильки. В этом году сделала ставку на васильки. Посмотрю, как они себя покажут. Посмотрите, какие красивые груши у меня уже здесь растут. Вот размер вот такой вот, сантиметра, наверное, три с половиной. Их не очень много, но все же они есть везде. Вот такие вот плоды. На этой клумбе, которую я закрывала укрупным материалом, я подсадила гацанию, вот такие вот три вида. Вот такая очень красивая ромашка. И фиолетового цвета. Надеюсь, что они разрастутся и станут таким акцентом этой клумбы. Немофила также очень меня радует, кстати говоря, переживала, насколько она будет эффектная. Ну вот, посмотрите, очень даже неплохой цветочек. Без проблем взошла рассада вообще очень быстро, хорошо росла, быстро зацвела. И это, конечно, очень здорово. Поэтому буду иметь ее теперь в виду. У нас сегодня ублачно, то выйдет, то зайдет солнышко. И сейчас самое время, я решила обработать виноград. Схема обработки будет внизу текстом. И последнее на сегодня дело у меня в саду, это подкормка моих цветов. Подкармливать буду все многолетники, однолетники, розы, гортензию, петунги. Словом, все свои цветы. Здесь у меня вода, 55 литров, вот такой тазик. Я сразу завожу удобрения в большом объеме. Буду добавлять следующие удобрения. Это обычное жидкое удобрение для цветов. Не показываю марку, любое можете купить жидкое. Но в нем содержится азот фосфоркалий, немножко микроэлементов. Но я не заметила достаточное количество магния. Поэтому отдельно я развела сульфат магния. Вот так вот отдельно в мисочке. На 55 литров я развела 5 столовых ложек. На такой объем мне понадобится 550 мл вот такого жидкого удобрения. Это целый вот такой мерный стакан. Еще даже немножечко добавлю. Это достаточно слабое удобрение. В том году также пользовалась этим удобрением жидким. Нормально цветы хорошо росли, цвели. Кроме того, я буду добавлять смесь удобрений хилатной форме. Железо, медь, цинк, марганец, кальций и другие микроэлементы. И, как правило, я добавляю во все свои удобрения, подкормки, L-препарат Байкал. Так, добавлю сюда 5 колпачков. 50 тоже мл. Сейчас все хорошо перемешаем. И набираю ведро и иду по всем своим цветам поливать. Вот такой вот светлый раствор получился. И начинаем поливать. Вот это у меня роза Moonlight. Вот так. Клематис также польем. Он уже хорошо пошел прост. Набирают цветочки. Друзья, вот и окончен еще один рабочий день в саду. Сделано сегодня очень много. И обработала я свой виноград. Обработала грушу от парши. Прибрала свою клумбу. Подстригла спирею. Рассадила эшольцы. А самое главное. Подкормила, удобрила все свои цветы. Розы, гортензии, петунги, клематисы. Вот у меня стоит здесь гибискус также красный. Словом, все свои растения я сегодня подкормила. А это очень большая работа. На этом день окончен. Пора и отдыхать. Друзья, сегодня я приехала в питомник. Мне нужно купить абрикос. Поскольку моя слива погибла. И вас беру сегодня с собой. Вот такой вот абрикос я выбрала. Это сорт называется. Триумф севера, да. За стойки хороший сорт. Трехлетние саженцы. Вот такие вот очень хорошие экземпляры. Всего 500 рублей стоит. Находится в садоводстве Дунай. Такой питомник. Если кому-то нужно. Все саженцы, все деревья по 500 рублей. Вот даже такие огромные. Очень рекомендую. Есть здесь также и розы. Но у меня с розами полный комплект. Различные. Вот здесь есть и чубушники, и хвойники, и гортензии очень много. Вот малина. Голубика тоже есть. Так. Неплохой питомник. Жалко, что закончилась шарафуга. Хотела ее прикупить. Вот такой красивый пузыреплодник. Хотела ее прикупить, но, видимо, в другом месте придется искать. Уже разобрали. Поэтому надо было пораньше мне это все делать. Здесь вот тоже всякие саженцы чернослив, розы. Какая прелесть. У нас с утра шел дождь. Было невозможно ничего делать. И вот, наконец-то, солнышко. Здесь вот тоже всякие разные гортензии. Лопчатки, кстати говоря. И розовые тоже есть. И желтые многолетние кусты. Курильский чай. Вот такая прелесть. И даже елочки есть. Красота. Одно удовольствие гулять по питомнику. Люблю это дело. Так, сейчас мне нужно выбрать какую-то лопчатку розовую покрепче. Маленькие, конечно, кустики, но быстро они растут. Подумаю сейчас, какую взять. Такой вот питомник. Ну вот я и посадила свой новый саженец. Абрикос триумф севера. Вот такой вот он хорошенький. Посадила, привязала к палочке, замульчировала. Теперь будем ждать, как он приживется. На осень я его подкормлю к осени ближе. На зиму я его утеплю. Сделаю мульчу высокую. И будем на следующий год ждать урожая. Это трехлетний саженец. Я прочитала, и мне сказали в питомнике, что на четвертый год эти растения уже плодоносят. Ну, посмотрим. Надо будет еще через недельку провести обработку от вредителей. И будем за ним наблюдать. Кроме высадки абрикоса, я сегодня еще занималась виноградом. Я присыпала здесь круг золой. И подвязала первый рукав. Вот он уже пошел. Он у меня сюда дальше будет расти. И вот скоро пойдут плодоносящие веточки. Их уже буду привязывать я вертикально. Вот тот тоже уже дорос рукав. Еще немножечко побольше будет. И его тоже привяжу. Везти буду вот так вот, змейкой. Кроме абрикоса, я еще приобрела в питомнике розовую лобчатку. Курильский чай. И вот здесь вот ее в розарии высадила. Одна роза у меня вымерзла такая, которая была двойная, биколет. И вот на ее место новый саженец. Друзья, хочу всех пригласить к себе на сайт семян. Перец, который вам понравился. И заходите в карточку. Например, германская виолончель. Здесь можно посмотреть все фотографии, которые являются полностью моими. Не из интернета. Есть и краткое описание хорошие сорта. Добавляете в корзину. Справа от вас появляется к сумочке. Это и есть корзина. Здесь можно посмотреть, что у вас уже в корзине. Добавить или убавить количество. И оформить заявку. После этого я с вами свяжусь. И мы обсудим детали доставки. Также нужно будет заполнить форму обратной связи. Имя, имейл, телефон. И выбрать способ, как вам удобно связаться. Вот, надеюсь, все вам здесь понятно. Есть и ссылки на YouTube, Дзен и ВКонтакте. Там вы можете посмотреть обзоры моих всех сортов. Буду рада всех видеть. Друзья, всем доброе утро. Наступил новый день. И я поехала в поселок, ближайший к моему садоводству. За продуктами. И отгрузить заказы семян. Которые у меня были ранее сделаны на сайте. Хочу и вам показать этот поселок. Поселок называется Морозовка. Или поселок имени Морозова. Недалеко от крепости Орешек. Хочу и вам показать, что тут есть. Очень удобно иметь участок рядом с населенным пунктом. Здесь есть и магазины, и аптеки, и пункты выдачи. И озоны, и Яндекс.Маркет, и магниты, и пятерочки. Словом, все есть. Даже магазин семян есть. Вот сейчас я вам покажу его. Еду на велосипеде, так что сегодня у меня физическая нагрузка с утра. Крепость Орешек. Два километра направо. И вот поселок. Вот садовый центр здесь неплохой. Различные саженцы. Запчасти, небес, магнит, фрукты, рынок. И вот туда дорога идет на крепость Орешек. Такой вот рыночек. СДЭК. Магазин икра и рыба. Очень хорошая там рыбка продается. Из Мурманска. Икра. Разные заморозки. Хлебник вот в пекарне есть. Для жизни, словом, здесь все есть. Едем дальше. Рыбку продают, молочные продукты, шаверма. Ходят рейсовые автобусы до станции метро Дыбенко. Проспект Большевиков в Санкт-Петербурге. Так что транспортная развязка здесь настроена неплохо. Кондитерская лавка. В общем, едем дальше. Я еду в Яндекс.Маркет. Отгружу заказы. Буду возвращаться назад. Сегодня у меня в планах заниматься раскроем. Я умею шить. И буду сегодня кроить летние футболки всей своей семье, детям. Я всегда делаю это разом. Раскрой. Краю стопку. Потом на верлаке сшиваю. И потом на распошивальной машине уже обрабатываю низ. Изделие. И все готово. Покажу вам, как это будет происходить. Вот такой поселок Морозовка. Очень уютный. Полностью сделан ремонт домов. Все покрашено. Магазины. Магазины вот здесь. Вот термит. Вимас рядом строительный. Делают доставку недорого. Любых строительных товаров. Так что для жизни здесь все есть. Летом, конечно, здесь очень много горожан. Все приезжают на свои участки. И много очень машин. В магазинах к вечеру пусто. Все сметают. И хлеб. И молоко. Вот первый пункт Озон есть. Вайлберрис. Сбербанк. Все есть. Ну вот я уже и подъезжаю к месту моего назначения. Яндекс.Маркет. Далее я поеду в пункт выдачи Озон. Там тоже мне пришел заказик. Продолжаем экскурсию по поселку Морозовка. Вот такие вот здесь симпатичные домики. Площадочки детские. Все есть. Березки. А какая здесь тишина. И умиротворение не передать. В городе, конечно, такая суета. Поэтому, когда мы приезжаем на лето жить на дачу, это, конечно, очень успокаивает. И расслабляет. Низкая плотность населения. Малое количество машин. Все это, конечно... Здесь вот автобусная остановка конечная. Магнит. И дворец творчества у них, по-моему, здесь. Площадь культуры. Сейчас еще все посмотрим. Все домики отремонтированы. Такая вот аллейка здесь. С тенечком. Культурные площадки. Современные. То есть нет ничего от деревни. Только лишь тишина и покой. Хотела площадь еще вам показать. Площадь культуры. Здесь проходят всякие городские поселковые праздники. Всякие выступления, концерты. День защиты детей. 1 июня мы здесь были. Очень классно сделана детская площадка. Может быть, кто-то смотрит меня из Орешков. Из Санкт-Петербурга. Обратите внимание на эту площадь. Площадь культуры. Вот видите, еще даже не убрали с 1 июня подмостки. Вот такая вот красивая площадь. Здесь располагаются торговые палатки. Сахарная вата и прочее. И вот эта детская площадка, которую я хотела вам показать. Абсолютно новая. Здесь делается благоустройство. Вот эта площадка. Сейчас я приостановлюсь. Думаю, у кого дети, будет интересно, чем их занять. Вот такие вот сетки. Провезиненное покрытие. Вот такая вот классная карусель. В Питере тоже они уже появляются, эти карусели. И вот там целый городок для малышей. Друзья, я не смогла проехать мимо поля с люпинами. Посмотрите, какая красота. Решила остановиться и вам показать. Просто прелесть. Приступаю к раскрою. Подготовила уже все ткани. Достала свои мелкие инструменты, сантиметр, ножницы. Все готово. Вот я какие подобрала ткани для младшего ребенка. Он у меня идет в третий класс. Девять лет. Вот такие вот скейты. Очень тоненькая, хорошая ткань. Кулирная гладь. Такая вот ткань с булбой он любит. С зебрами. И дракоши тут, динозавры. Также я, конечно же, сразу же подбираю и рябаны. То есть это резиновая тканька, из которой делают горловины, манжеты на кофтах. Вот она вот так хорошо тянется. Резиновая. Это вот пойдет для динозавриков. Буба будет с красной рябаной. Зебры с серой. А скейты с белой рябаной. Выкройки у меня одни и те же. Уже много лет. Вот так из пакета я выкраиваю. Сверяю мерки по текущей футболке, чтобы наверняка угадать с размером. А это вот у меня другие тут. Все попадали. Выкройки для шортиков, для взрослых детей. И вот здесь у меня целая куча с собой. Целая сумка тканей. Вот буду себе штаны шить. Домашние. Всякие футболки. Также вот сразу же они подобраны с рябанами. Вот такая вот будет футболочка красивая у меня. С лиловой рябаной. И в общем целая куча сумка всего-всего. Начинаю работать. На сегодня мой раскрой окончен. Хочу показать, что у меня в итоге получилось. Получился костюм вот с такими скейтами. Футболка и шортики. Попозже уже потом кармашек еще будет. Получился у меня костюм с бубой. Получается футболка и вот такие бриджи будут. Футболка с зеброй получилась. И футболка с динозаврами. Сейчас меня ждет гамак. Пора уже идти и отдыхать. Друзья, наступил новый день. И посмотрите, каким чудом он меня приветствует. Вот такие вот шикарные, красивые, ароматные пионы у меня распустились. Долго их ждала уже открытие, поскольку у многих уже они цветут. И вот наконец-то это случилось. Розовые очень вкусно пахнут. Здесь это у меня распускается. Тоже набрал белый пион, но он не пахнет. И вот здесь тоже, по-моему, белый. Но вот розовые это прямо король. А вот здесь у меня на крыльце стоит в кашпо вот такой вот гибискус. Это красный гибискус. Я привезла черенок из Турции. И вот он набрал наконец-то цвет. Жду с нетерпением, когда он распустится. Очень нравится это растение. Вот оно какое красивое. Как обычно, я каждый день обхожу свои теплицы, парники с помидорами и перцами и осматриваю. Нет ли каких признаков болезни, нет ли вредителей и так далее. И, конечно же, из приятного я смотрю, как подрастают мои помидорчики. Вот какой уже достаточно большой стал помидор. Просто не по дням, а по часам растут. Это помидор доходный. Белорусская селекция. Здесь вот уже следующая кисточка навязалась. Следующая навязалась. Вот уже следующая. То есть очень короткие междоузлия. И частые кисточки идут. Очень мне нравится пока что этот помидор. Всех опередил и самый первый завязал плоды. Это у нас какой помидор. Тоже, кстати говоря, белорусский. Вот он, перамога. Тоже посмотрите. Раз кисть, два кисть. Еще как-то завязывает. Посмотрите, по две кисточки. Раз-два. Раз-два. Здесь я тоже снова пошла следующая. Уважаемые садоводы, к вам приехало молоко, сметана, творог, а также прочие продукты, салфовский, нервский. Приходите, пожалуйста. Друзья, еще одно преимущество проживания за городом, это то, что к тебе приезжают фермерские продукты прямо практически на дом. Молоко два литра, йогурты густые, питьевые вот такие вот йогурты. Красота. А вкусные какие, это вот словами не передать. Ждем молочку каждый день. Наступил новый день, и сегодня мне нужно подвязать мою фасоль. Лимская фасоль. Вот она уже начала вот так вот активно, буйно расти. И сегодня мне нужно сделать веревочки для нее. Здесь вот тоже она пошла уже хорошо в рост. И пришло время ее подвязать. Хочу показать вам, какой перец у меня здесь навязался. Это карлистон. Вот такой вот он красивый. Вот сколько уже их висит. Классный. Его биологическая уже зрелость, она вот такая вот. То есть я думаю, что вот этот перец уже созрел. Вот такой вот достаточно высокий куст, наверное, около метра. Ну вот я подвязала свою лимскую фасоль. Дело сделано. Сейчас вот так вот они будут у меня здесь растивиться. Можно переходить к другим делам. Друзья, вот и распустился этот японский перец. Вот такой цветок. Посмотрите, фиолетовый. Какой он необычный все-таки. Очень здорово и дружно. Посмотрите, как набрал много еще цветочков. Тогораши Ямато. Прямо интересный сорт. Растет. Еще хотела показать вам. Горох подрастает. Вот этот вот перец. Он вырос просто мощный. Посмотрите. Вот. Он еще растет. И вот он уже такой огромный. Это джерматноин гска. Вот тут вот. И вот этот самое главное. Хотела показать. Это просто что-то. Вы посмотрите. Наверное, новый рекордсмен у меня будет в этом году. Обалдеть. А какой он тяжеленький. Очень классно начала созревать клубника массовая. Это с утра я уже штучек 6, наверное, ягодок собрала. И вот они везде уже краснеют. И вот здесь вот. То есть уже вот-вот-вот на подходе ягодки. Так здорово. Правда, Умиша? Ума. Помощница у меня приехала из города. На выходные. Да, Умочка? Давай, лови всех вредителей. Лови всех. Друзья, еще хотела показать вам один помидор. Может быть, вдруг у вас такой растет. Или вы посадили такой сорт. Но думаете, что что-то с ним не так. Хочу про него сказать пару слов. Это сорт корейский, длинноплодный. Он имеет свойство вот так вот расти, как будто умирающий леведь. Я его называю. У него вот такие вот тонкие листья. То есть у него не огромные листья. И они вот так вот паникают, как будто бы они подвядшие. Но это особенность сорта. Не смотрите на это, не обращайте внимания. То есть они вот так растут. Вот видите, какой куст. И он вот так вот весь растет. Но это абсолютно ни о чем не говорит. У него прекрасно завязываются плоды. Вот даже можно уже увидеть. Вот они такие характерные, с носиком будут вытянутые. Этот сорт просто мега вкусный. Я не знаю, я таких помидоров не ела. Что-то в них такое есть. И посмотрите, какие огромные цветки закладывает он. То есть вот смотрите, на целую фалангу пальца. Это вот такой цветонос. Вот видите. И когда он начинает плодоносить, это просто нечто. Столько на нем плодов, и он сразу как-то выравнивается, как будто бы, и становится таким крепким. Еще из интересного хочу показать вам сорт аметистовая ягода. Помидоры должны быть черные-черные, а внутри красные-красные. Тоже посмотрите, как он интересно растет. У него сиреневый ствол, это особенность сорта. И вот такие вот очень опушенные цветоносы. Посмотрите. То есть он необычный. Если обычные цветоносы, они вот такие вот, да, сейчас покажу какой-нибудь. Ну, вот такие вот зелененькие. Ну, тоже опушенные, но то вот эти, они просто вот как будто в одеялке. Да, и вот какие огроманные тоже он выбрасывает цветоносы. Посмотрите, просто гигантские. Очень интересно, что будет за сорт. Время клонится к вечеру и уже вполне можно начать обработку цветов от тли и вредителей. Уже несколько лет я делаю обработки таким раствором. Вот здесь я растворила чайную ложку соды в теплой воде. Заранее ее растворила. И на 3 литра буду смешивать сейчас этот раствор с нашатырным спиртом. Вот нашатырный спирт обыкновенный. На 3 литра я наливаю полторы столовые ложки. Раз. Вот так вот. Все, сейчас я наливаю воду. И в конце добавлю мыло, жидкое для прилипания. Вот так на глаз наливаю. И пойду обрабатывать. Начну с обработки роз. И далее уже кому останется, буду другие цветы также опрыскивать. Здесь у меня магнолия пытается расти. Вероника колосистая тоже обработаем. И вот эти розы. Вероника колосистая тоже обработала.